Все выпускаемые ракетные двигатели RD-191 полностью соответствуют техзаданию главной конструктора НПО «Энергомаш». 15 апреля 2019 года «Интерфаксавн» Все выпускаемые ракетные двигатели RD-191 полностью соответствуют техзаданию главной конструктора НПО «Энергомаш». Универсальный многоразовый кислородный керосиновый двигатель RD-191 Интерфакс проблемы с низкочастотными вибрациями двигателей RD-191 для российской ракеты-носителя «Ангара» решены, заявил в интервью Интерфаксу главный конструктор НПО «Энергомаш» Петр Левочкин. «Мы внедрили в конструкцию двигателя ряд решений по подавлению этих низкочастотных колебаний и добились с центром хруничьего того, что эти мероприятия позволяют двигателю нормально работать и соответствовать их заданию», — сказал П.Левочкин. Так он прокомментировал появившееся в январе этого года сообщение в СМИ о том, что возникающие при старте ракеты «Ангара» вибрации двигателя RD-191 могут привести к ее разрушению. Собеседник агентства пояснил, что низкочастотные вибрации возникали из-за крайне тяжелого для силовой установки ракета режима, когда двигатель центрального блока первой ступени работает всего на 30% мощности для экономии топлива. RD-191 уникален. На «Ангаре» опять двигатель центрального блока, пока работают боковушки, должен работать в щадящем режиме, экономя топлива. «Для этой ракеты был выбран режим 30% глубокого дросселирования», — сказал П.Левочкин. Для сравнения он привел пример с автомобилем, оснащенным механической коробкой передач. «Это как тронуться с места на автомобиле с механической коробкой не с первой, а с четвертой передачи. У вас не только двигатель, вся машина завибрирует и задрожит». То же самое происходит с жидкостным ракетным двигателем, — пояснил главный конструктор НПО «Энергомаш». Еще одним примером нетипичности подобного режима для двигателя он назвал крайне низкую температуру в газогенераторе RD-191. «При таком дросселировании температура в газогенераторе составляет 90 градусов, а в номинальном режиме 600 градусов», — сказал П.Левочкин, отметив, что внедренные в конструкцию двигателя изменения помогли побороть это явление. «Сегодня двигатель полностью соответствует техническому заданию центра Хруничева. Многоступенчатая система контроля при его изготовлении и испытаниях не позволяет сдать заказчику негодный двигатель», — подчеркнул главный конструктор. В то же время он сообщил, что ученые-инженеры продолжают исследовать природу возникновения этих вибраций, так как двигательная установка центрального блока первой ступени, создаваемой в России ракеты сверхтяжелого класса, СТК, также будет работать при старте в режиме дросселирования. Задача по RD-191 решена, но мы продолжаем работу по изучению этих процессов, так как у СТК центральный блок тоже будет дросселироваться. «Ведем научный поиск, выясняем природу протекающих процессов», — сказал П.Левочкин. Он отметил, что «Энергомаш» уже поставил более 40 двигателей RD-191 для тяжелой ангары. «В этом году прошел огневые испытания 41-й двигатель, мы его готовим к отправке в Омское ПО «Полёт», — сообщил П.Левочкин. Право на данный материал принадлежат Интерфакс.Авн. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.